Из брюшка пчел исходит питье разных цветов, которое приносит людям исцеление. Воистину в этом знамение для людей размышляющих. Вот посмотрите, этот улей, в нем находится семья, достаточно небольшая. Здесь находится примерно сейчас 20 тысяч пчел. Посмотрите, дружно работает. Это называется хороший лед пчел. Можно сказать, что здесь уже начинается главный медосбор. Вот они, различные обитатели. Улья вылетает, вот он вылетел, вот интрутин вылетел, вот второй, вот третий, вот вылетают рабочие пчелы. Более трех с половиной миллионов питомцев. Пожалуй, ни один житель Жамбылской области сегодня не может похвастаться наличием такой большой и дружной семьи. А Валерий Ромащенко может. Но это сейчас. А раньше он был простым школьным учителем истории. Вот это небольшая семья. Это мы уже создали новую семью. Изгрыкматка облетелась. Она сейчас очень хорошо, дружно сеет. Вот мы сейчас с вами посмотрим. Это вот медово-перговая рамка. А вот она, сам классическая рамка с запечатанным медом. Видите? История любви Валерия Федоровича и его пчел началась в конце 80-х годов. Тогда он поставил свою первую пасеку. Затем наступили тяжелые 90-е, когда каждый думал о том, как прокормить семью. Пришлось спрятать свой пчеловодческий инвентарь в чулан. Но Валерий Федорович не отпустил мечту. Быть пчеловодом и каждый день встречаться со своими питомцами у подножья горы на берегу маленькой, но бурной речки. Я думал, что когда-нибудь уйду на пенсию, и тогда буду им так же любительским челосом заниматься. Но, наверное, у Всевышнего были другие планы на этот счет. Поэтому в 2012 году я нашел вот это чудесное место, вот это ущелье, эту удивительную, уникальную природу. И, конечно, когда я попал в это ущелье, попал на пасеки, которые здесь были расположены, я сказал, боже, отсюда я не уйду. Уйду, как только с ведрами, полными меда. И когда попробую я, какой здесь мед производится, то, конечно, я стал этим заниматься. Тогда, по данным статистики, в Казахстане производилось всего 50-60 грамм челиного меда на человека, в то время как, к примеру, Япония, Арабские Эмираты и страны Евросоюза потребляли от 2 до 7 килограмм. И Валерий Федорович принял амбициозное решение – поставить все на карту здоровья нации и запустить большой проект пчеловодческого комплекса «Аратау». Мы организовали вот здесь вот пчелокомплекс и зарегистрировали здесь пчелокомплекс «Аратау», организовали СПК, то есть сельскохозяйственный потребительский кооператив. И сейчас мы делаем все необходимое для того, чтобы консолидировать вокруг себя пчеловодов Курдайского района, чтобы производить этот наш курдайский мед, создать свой бренд и выйти с этим медом, выйти с нашим продуктом, как необходим для оздоровления нации. И, кстати, очень хорошо экспортоориентированным выйти на международный рынок. Сегодня пасека Ромащенко приносит около 7 тонн меда в год. Один из самых полезных в мире натуральных продуктов и лекарств – пользуясь спросом. Но это сегодня у Ромащенко налаженный бизнес, а тогда было непросто. Встать на ноги помогло участие государства. К примеру, Ромащенко воспользовался кредитом, где часть вознаграждения по нему оплачивало государство по программе «Дорожная карта бизнеса-2020», а также не упустил возможность воспользоваться и другими инструментами поддержки малого бизнеса. Только один пример, как мне помогает палата Атамикена. Буквально в прошлом мы организовали пчеловодческий кооператив, СПК, это сельскохозяйственный потребительский кооператив. Нам нужны были деньги для развития нашего бизнеса, и нам нужны были оборотные средства, и мы написали туда, заявление наше приняли к рассмотрению, мы собрали всех необходимых перечень документов, за наше заявление было одобрено кредитным комитетом, и нам открыли кредитную линию в размере 15 миллионов тенге. Вот уже мы сейчас, в данное время, на сегодняшний день, мы уже освоили первый транш, это 3 миллиона тенге. В рамках «Дорожной карты занятости» мы, мы, то есть палата предпринимателей Жамбылской области, сопроводила, не финансовую поддержку оказал, это подготовка бизнес-плана, бухгалтерское сопровождение, сопровождение по сборке документов по кредитованию, а именно точные в рамках Атамикена микрокредитования, мы предложили условия 18 миллионов тенге, то есть наша микрокредитная организация может кредитовать данный пчело-центр до 18 миллионов тенге, это 8 тысяч МРП. На сегодняшний день Валерию Федоровичем было принято решение 3 миллиона кредитоваться, то есть мы линию не закрываем, в рамках данного кредитования мы его можем кредитовать до 18 миллионов. С этого года мы будем осваивать другие инструменты в рамках занятости, программы занятости, микрокредитования, и тоже такие центры, такие новые различные стартап-проекты будем поддерживать. Они превращаются в куколки, и потом из этих куколок выходит взрослая ульевая пчела, которая выполняет после своего выхода из куколки самые разные функции. Она и уборщица в улье, она и кормилица в улье, кормит личинок, она и охранник, она и медонос, она и водонос, и все ее функции, ею выполняемые, служат только для укрепления семьи, для наращивания силы семьи, главному взятку. Как и пчелы Ромащенко, Валерий Федорович заботится об укреплении семейных ценностей и помогает в этом другим вместе с супругой, ведь она тоже учитель английского языка. А педагог – это не профессия, а призвание. Вот и она не смогла просто сидеть дома. Результатом благих стремлений стало открытие мини-центра. Мы находимся во дворе нашего мини-центра. Мини-центр, именно как мини-центр Данна, мы существуем вот уже пять лет. А до мини-центра Данна у нас была Академия дошкольников, которую мы открыли еще в 1998 году. Поэтому у нас как бы большой, богатый опыт подготовки детей к школе. Вообще наша цель – это, конечно, дать качественное образование дошколятам, чтобы они уже в школу шли, умели читать и считать. Это нам удается делать. Мы стремимся к этому и совершенствуем свои методы преподавания. Сегодня образовательный мини-центр семьи Ромащенко – один из старейших и авторитетных в регионе дошкольных учреждений, куда хотят попасть многие. Но 20 лет назад было сложно. Не было ни поддержки со стороны государства, ни понимания со стороны родителей. Конечно, это было раньше. Сейчас же, когда начали функционировать инструменты поддержки бизнеса, в частности, программа «Балапан», пять лет назад, благодаря которой была принята государственная программа, развитие частного партнерства в сфере образования, дошкольного воспитания и образования. Конечно, с этого времени мы почувствовали мощный толчок, мощную струю развития нашего бизнеса. Не просто почувствовали, а просто мы ее ощутили, и просто мы ее воспользовались. Партнерство заключается прежде всего в том, что государство оплачивает часть ежемесячного взноса родителей за каждого ребенка. Если у нас 150 детей, нелегко, нетрудно посчитать, какую солидную помощь от государства мы получаем. Плюс еще родительская оплата, и за счет этого мы можем достаточно комфортно себя чувствовать на рынке образовательных услуг. Это первый класс. Всего у нас 4 кабинета, 2 смены. Первая смена с 9 до часу работы, вторая смена с 2 до 6. Вот один из кабинетов. Мы смеялись с ним оба одинаково. Но потом Мишка стал смеяться громче, чтобы меня пересмеять. Но я немножко подназал, и так вкусно пахло морозом, что мы стояли как дураки и улыбались. Потом Аленка взялась за одну веточку. Сказала, смотрите, а на елке сыске висят. Сыски – это она неправильно сказала. Недостатка в маленьких клиентах, желающих заниматься в мини-центре «Дана» на сегодняшний день нет. Как и желающих приобрести продукцию пасеки, Валерий Федорович постоянно принимает участие в различных республиканских и международных выставках пчеловодства и так называемых фестивалях меда. Его продукция востребована как на внутреннем рынке страны, так и конкурентно способна для экспорта. Однако на сегодняшний день самыми требовательными ценителями меда являются вовсе не зарубежные покупатели. А, конечно, было во всей этой основе, когда мы стали заниматься снова медом, уже в новом качестве. Это было желание наших деток, которых мы обучаем в дошкольном мини-центре «Дана», кормить медом для того, чтобы сохранить, особенно в зимнее время, сохранить их здоровье. Потому что, как и все детки, которые посещают общественные мероприятия и учебные заведения, и дошкольные учреждения, и места общественного пользования, они у нас достаточно часто болели. Поэтому хотелось наших деток из мини-центра подкармливать таким уникальным продуктом, который приносит здоровье, как мед. И для этих целей мы, собственно говоря, и организовали свою первую пасеку. Семья Ромащенко – настоящие трудолюбивые пчелки, заняты целый день. Их общее дело напоминает самый настоящий пчелиный рой. И это не только двое собственных детей и внуков, но и их маленькие питомцы в ущелье – пчелы. И больше сотни маленьких жителей Жамбылской области, которым они передают не только знания и умения, но также самое главное качество их семьи – трудолюбие, умение работать в команде, в том числе с государством. Во-первых, те инструменты, те инструменты, которые использует Национальная палата Атамикен, они просто уникальны. Под ее крышей собрано все необходимое для реализации программ любого бизнеса, я считаю, в том числе и бизнеса в сфере образования. Это и программа деловые связи, это программа микрофинансового кредитования, это программы организационной поддержки, это консультации, это центры, колл-центры, в которых любой предприниматель может получить любую информацию и любую поддержку, начиная от разработки бизнес-плана на совершенно бесплатной основе, заканчивая полностью патрониром своего бизнес-проекта в рамках существующего бизнеса. И просто мы чувствуем себя защищенными. И я знаю это не понаслышке, потому что сам постоянно пользуюсь услугами этой палаты и являюсь свидетелем того, как в правоохранительных органах, как в органах, в налоговых органах. Палата предпринимателей, они просто оказывают неоценимые услуги по защите прав предпринимателей. История успеха семьи Ромащенко не единственная в списке маленьких побед в партнерстве с государством. Таких семей даже не сотни, тысячи, тех, кто поверил в мечту и не побоялся идти к ее реализации. Семья живет бесчетное количество лет, можно так сказать. Если есть благоприятные условия для средообитания пчелиной семьи, она может жить безмерно долго. она просто отпочковывается, она просто делится посредством того, что отпускает раи. Вот, вылетает рой, создается новая семья, а старая семья остается жить в этом же улье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова